Завод «Кузнецов» в ближайшие два года получит 28 миллиардов рублей на развитие и модернизацию производства. Средства позволят наладить в Самаре сборку новых моделей двигателей. О перспективах предприятия на встречу с его работниками сегодня говорили генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации и глава региона. Подробности у Георгия Федорова. Двигатели завода «Кузнецов» уже более полувека поднимают в космос отечественные ракеты. Одна из них — легендарный «Восток», которая вывела на орбиту корабль Юрия Гагарина. Также завод обслуживает три модели авиационных двигателей, которые устанавливаются на боевые самолеты серии «Ту». Сотрудников волновали вопросы кооперации «Кузнецова» с другими заводами отрасли по тем проектам, которые сегодня реализует Объединенная двигателестроительная корпорация. Самарцы переживали, что часть контрактов отдадут на другие предприятия. На самом деле загрузка будет только расти, заявил генеральный директор холдинга Александр Артюхов. Самый главный центр компетенции завода «Кузнецова» — это производство двигателей для стратегической авиации. Учитывая то, что у нас принято решение по созданию центров специализации четырех уже на заводе «Кузнецова», я считаю, что завод «Кузнецова» будет очень достойно представлен в общей кооперационной работе предприятия ОДК. Двигатели РД-108 для ракет «Союз» Кузнецов производит уже 60 лет и прекращать не собирается заказы до 2027 года. А постановка на серийное производство двигателей НК-32 второй серии для стратегического бомбардировщика Ту-160 позволит загрузить мощности предприятия на десятилетия вперед. Развитие промышленного комплекса Самарской области — приоритетное направление работы региональной власти. После встречи Дмитрия Азарова с министром промышленности страны Денисом Мантуровым, на которой всесторонне обсуждалось развитие предприятий и губернии, визит в регион нанесли глава Роскосмоса Игорь Комаров, вице-премьер Аркадий Дворкович. Обсуждали содействие ведущим производителям — ракетно-космическому центру «Прогресс», «Автовазу» и «Куйбышев Азоту». Дмитрий Азаров подчеркнул — мощную поддержку получает и Кузнецов. 10 миллиардов уже вложено корпорацией в развитие и модернизацию производства. В ближайшие два года еще 28 миллиардов предполагается к вложению. Все это создает будущее завода. Все это создает возможность предприятию справляться с задачами любой сложности. А что такие задачи ставятся, в том числе и верховным главнокомандующим, мы с вами очень хорошо знаем. Поэтому такое внимание федеральной власти, руководителя ОДК. И сейчас очень важно, чтобы коллектив здесь мобилизовался именно на решение этих задач. Также на встрече с сотрудниками завода были озвучены планы по расширению штата предприятия. Новые производственные рабочие места появятся в ближайшее время. Георгий Федоров, Сергей Павлов, Новости губернии.